здравствуйте друзья вопрос такой парень из украины живет сейчас в дубае и там познакомился с девушкой девушки из китая и тут на него родители наехали что мол давайте не пара что это вообще такое другой не мог найти и что же почему из кита и он при этом говорит что не то чтобы у них там какие-то отношения там глубокие там или что то то есть пока что во всяком случае не не дошло до чего-то такого очень серьезно но вот как быть и тут очень много аспектов если меня спросить очень много аспектов вовлечено значит первый аспект состоит в том что если парень все-таки взрослый то ну в конце концов не не то чтобы родители за него должны решать там в кем его гулять там или должен и даже на ком же нет с другой стороны он в общем то как бы прислушивается получается да и это как бы очень культурный вопрос это вопрос традиции например давайте я вам так расскажу вот я вижу много народу из индии у нас тут и в основном это не мусульмане в индии вы знаете там очень много мусульман треть населения там мусульман больше чем пакистане значит я вижу как частенько семьями как правило у нас учатся девочки приходит они обычно с мужьями там поговорить или что там и поэтому мы видим и их и видим и детишек часто они ходят с детишками и я могу сказать что они всех оттенков там от абсолютно белых бывают ну вот такой очень же из европы это на севере на севере индии народ намного белее до абсолютно не гроет то есть чисто чистые африканцы это на юге и бывает допустим у него черты лица там такие лисики но он просто абсолютно черный а бывает уже и черты лица африканские абсолютно никаких скидок и при этом что тут сказать они женятся и когда я у них пояснял на этот счет так неформально они говорят что существенным является вероисповедание раз и каста 2 при том что сейчас как бы кастовые барьеры немножко так уже спадают но тем не менее присутствует и существенная религия оттенок как бы цвет кожи не имеет никакого значения если вы посмотрите на допустим в россию но там сто лет двести там лет назад и и то тоже вы увидите что сводилось все к общности религиозной то есть допустим немцы которые приезжали в россию да они были лютеране там допустим и женились там на местных на россиянах и было принято что жена там переходит в религию мужа то есть как бы сказать философская такое мировоззренческая вот может быть лучше сказать мировоззренческая общность она важна в семье но конкретно там вот расовая национальная там и так далее но кому-то больше важно кому кому-то меньше важно кому-то вообще не важно кому-то параноидально важно ради это уже вопрос традиции поэтому что тут скажешь это это воспитание это среда в которой вы живете есть очень известный мюзикл бродвейский по нему снято кино называется скрипач на крыше по-русски а по английски называется фиддлер бронзеров и снято это по мотивам шума лейхим он написал книжечку такое называлось ты где молочник и вот этот ты где молочник он это потрясающий фильм если вы не смотрите посмотрите обязательно очень интересно так вот ты вне он все время как-то ну смиряя примиряется с чем-то вот но ему это не нравится как то уже ладно там уже дочь вышла замуж за революционера его там в сибирь отправили тоже ладно уже но ну и вот он у него много детей и вот одна из дочерей в какой-то момент значит она совершает вероотступничество да то есть там какой-то местный парень я не знаю там а украине живут на может быть украинский парень и вот значит она уходит из дома и вот уже не выходит замуж за этого парня и вот этого он 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 не мог то есть вот через это переступить он не мог вот переступал через раз через два через три но вот через это не смог и когда доведется смотреть фиддлер он зыров вы увидите что этих в американской версии они не смогли они не смогли это принять они изменили фильм там получается что вот это принял и этот парень возмущенный дам всякими антисемитскими фокусами тогдашнего правительства они все вместе уезжают там хэппи-энд они все уезжают в америку вот там и так далее вместе с этим парнем там вот так вот к чему я рассказываю что зависит понимаете какая традиция в какой в какие времена само по себе то что украинский парень живет в дубае это же тоже необычно понимаете значит это не то что он и живет там у себя вот дома он находится в другой среде родителям очень сложно понять как это происходит у меня была студентка одна армянская девушка она очень вроде она уже так старше становилась потихонечку но но очень внимательно слушала маму очень прислушивалась то есть мама это было все и мама которая находилась в армении пыталась руководить как бы ее жизнью здесь и она там и она как с этим не гуляй с этим не гуляй с этим не гуляй вот она имела очень узкие представления о том значит вот там допустим иранец иранцам не надо там русские не надо евреи не надо это не надо то не надо и кончилось тем что она в общем много лет не могла замуж выйти потому что слушала маму симпатичная девочка изумительно симпатична вот и и тем не менее потому что она живет там в своей какой-то реальности а это живет здесь в совершенно другой реальности и ну как вот как вот тут быть я не знаю честно сложно и с точки зрения того как быть молодому человеку конкретно ну вот как ему комфортно так и быть значит вообще никакой проблемы нет там если он погуляет с китайской девушкой почему же нет и не значит что каждая девушка с которой ты там пошел гулять значит обязательно не жениться там семью создавать и так далее но вот если возникнут какие-то действительно серьезные отношения понимаете по американским понятиям вот я могу сказать что вы не только ни у кого никого не удивите но никто просто внимания не обратит ну да полно я помню читал лет 15 назад мы приехали ну мы приехали 25 но может быть 20 лет назад читал заметочку в местной такой русской газете джунька издает джуэш family children services издает русскую газету она сейчас есть и там ну то есть там еврейская тематика как бы в основном и вот там женщина писала что она пошла в еврейский центр и там есть банька и она вот в этой баньке пошла в сауну попариться и так она возмущалась она говорит что вот там значит половина женщин там китаянки сидят с магендовидом на шее на цепочке магендовид звезда Давида шестиконечная звезда с магендовидом на шее вот они сидят они китаянки то есть они вышли замуж за евреев как сказать квалифицировались так сказать гудаизм там наверное гейюр прошли там или еще что то и и вот она возмущалась что она из советского союза а по американским понятиям так вроде бы и ничего понимаете это зависит от того в какой реальности вы живете и что вы принимаете и что вы не принимаете вот собственно и все поэтому что что скажешь не знаю ответа ответа такого нет у меня вот делай так или делай сяк но может быть то вот как сказать то что я хочу в основном донести до парня это то что он сам может решать и никто ему не указ и в общем то это просто вопрос традиции в которой ты вырос и той реальности в которой ты находишься ты может быть в одной традиции но ты приехал в другую страну безусловно если ты в дубае если ты находишься среди людей которые съехали со всего мира и там вместе работаете я не знаю что же это же не то же самое что ты живешь там где-нибудь я не знаю в райцентре там украинском и всякие иностранец или там не знаю тут же китаец там и на него пальцы показывать я помню что как-то это дело было это было в Ялте я вообще такой знаете с с десяти лет меня каждый год посылали родители в Крым в пионерские лагеря я там фактически можно сказать вырос и у меня много впечатлений таких и в Крым съезжались люди со всей страны советской и ну простой народ был и вот там я помню в Ялте у ресторана какого-то значит стоял лимузин такой ну тех лет и сидел черный такой водитель он сидел на капоте и ждал там этого ну кто там я не знаю у него был посланник какой-то вот и вы не представляете там была толпы человек пятьсот вокруг и они стояли толпой они показывали пальцем на этого водилу а он так как-то в общем не реагировал но я просто чему рассказываю что конечно в такой среде ты как ты можешь вообще даже в голову не придет понимаете но когда ты в совершенно другом мире и когда там вот новая какая-то реальность понимаете и дальше уже от вас зависит в Америке вот есть люди они живут там итальянское итальянский квартал они до сих пор живут вот какими-то такими понятиями там есть там какие-то я не знаю там черный квартал там не знаю еврейский квартал еще какой-то ирландский шведский вот в Сан-Франциско есть место где шведы живут значит что-то такое там у них есть общее что определяет в какой-то мере значит то как они смотрят на жизнь и так далее я проблемы особо не вижу но опять вы можете сказать хорошо а если вот например вот твои дети твои внуки да вот допустим выйдут замуж за кого-то кто ну как-то скажем совсем далеко от того к чему ты привык да вот там я не знаю там из Африки там из Китая или еще чего-то я хочу сказать что мне бы конечно хотелось да чтобы это был кто-то нам близкий но с другой стороны я в общем-то я приму их выбор я не то чтобы как-то меня это огорчит сильно или что-то это их выбор я приму не вопрос вот так что на этом я думаю что мы и закончим сегодняшнюю беседу счастливо а а а а Субтитры подогнал «Симон»